Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карта Ро иллюминатов. Сегодня я взяла эту колоду. Мне кажется, она как никакая другая подойдет для тех раскладов, которые будем делать. Итак, очень часто вопрос задает, любит вас мужчина или использует. На самом деле мы все друг друга используем. Это, мне кажется, закон Вселенной. Поэтому здесь как бы даже кошки используют нас. Мы используем кошек и также как бы в отношениях. Итак, смотрим. Мужчина как личность, что он из себя представляет. Так, мужчина как личность. Он такой, знаете, очень скромный, молчаливый. Мужчина целостный. Мужчина-философ. По характеру отшельник. Очень много думает. Очень много анализирует. Мужчина образованный. Да, он находится на стадии развития. Таком творческом, может быть, магическом, да, каком-то духовном. Мужчина очень богат. Мужчина попал с вами в кармические отношения. Мужчина попал с вами в кармические отношения. То есть он такой человек, как бы ему тяжело с вами не было, он в любом случае эти отношения не бросает. В мужчине есть женские черты характера, такое иньское где-то начало. Он может быть эмоциональным, может быть чувственным, может плакать периодически, да, он может быть очень творческий. Для него необходима муза. И он всегда в каких-то размышлениях, думах своих, да, то есть ему вот прямо как бы самим собой в принципе не так уж и плохо. Как он видит вас в этих отношениях? Так, смотрите, ему с вами безумно легко, комфортно, уютно. Он очень строит много планов на вас, у него очень много фантазий. Он уже там, я не знаю, строит мысленные замки и дома для вас. Он считает, что вы такая сексуальная, напористая, с характером, что вы уверенная в себе, целостная. Что вы умеете строить отношения в партнерстве. И при этом вы такая королева мечей, которая успевает еще ему дать, скажем так, подзатыльников, да, тапками по одному месту. Ну, то есть как бы вы такая непредсказуемая женщина, за которую он в принципе не успевает, но ему с вами безумно легко. Так, любит или использует? Так, смотрите, ну здесь у нас пошли прям старшие арканы, которые говорят, что он у нас император Самодур. Конечно, корона на уши-то ему жмет. И спуститься до уровня того, чтобы, ну я не знаю, как-то дать вам возможность себя использовать не получается, да. Он, естественно, тут использует. Но здесь, получается, карты противостояния, они заключаются в чем? Что здесь идет такая игра 50 на 50. Его дьявол прямо не просто толкает ваши отношения, а его дьявол тащит ваши отношения. И тут сталкивается карта дьявола и карта ведьмы. То есть вы оба магические личности, вы ему даны для развития магического, да. Он, может быть, хотел бы вас использовать, но тут он получил такой отпор. И это проявляется в том, что вы пытаетесь всегда уходить из отношений, из-за чего он сходит с ума. То есть ни одна женщина от него не пыталась уйти, не пыталась им манипулировать. А вы единственная, которая за него не цепляется, не держится, держите оборону, даете ему отпор. И его прямо, знаете, вот это вот тащит ваши отношения. Он понимает, что такую женщину он никогда не встречал и быстрее всего не встретит. Так, стоит ли продолжать с ним отношения вот при такой ситуации? Вообще у магических людей у них своеобразная жизнь. Здесь от них мало что зависит, да. Тут ими обычно рулит высшие силы. Так, смотрите. Ну, вы ему даны для большой любви. И между вами будет и встреча, и гармония будет носить вас на руках. Перед этим он будет стоять перед каким-то определенным выбором, который он сделает в вашу пользу. И он будет готов вам все, что угодно купить, подарить, построить. И он примет это решение. То есть он встанет перед выбором, примет решение и пойдет в вашу сторону за любовью. То есть он выбор сделает в сторону любви. Что карта вам советует? Карта вам советует магичьте. Продолжайте свою магию, управляйте, крутите, вертите им. Потому что здесь как бы все, скажем так, дороги ведут в брак. Где-то замолчите, где-то разбивайте ему сердце своим молчанием. Чтобы он быстрее приехал навстречу и сделал вам предложение. Потому что здесь его высшие силы ему по страшному суду дали вас. То есть вот такую женщину, которая ему снесет как бы и голову, и вот эту его корону. И будете крутить вертеть им так, что он туда же не успевает будет вздохнуть. И вы разобьете ему реально сердце. Мужчина двинется в вашу сторону. То есть вы отрабатываете ситуации как два магических человека. Он может еще и не знает о своих способностях. Но вы ему даны для того, чтобы за счет стресса, за счет любви эти способности в нем поднять. Чтобы он стал тем самым магом. Тем самым, скажем, личностью такой сильной, магической. У которого будет потом в дальнейшем все получаться. Ваши отношения приведут к браку. Вы, видимо, в браке еще не раз будете поднимать эти магические способности. Там всякими разными стрессовыми ситуациями. Так, вот кому интересен такой расклад. Заказывайте приватный. И мы рассмотрим вашу ситуацию.